Доброе утро, дорогие друзья! Воскресенье, новая недельная глава и Тро. В нашей сегодняшней недельной главе Тора достигает своего вершин. Небеса открываются и голос Всевышнего сообщает народу первые две заповеди, а Машара Бейну продолжает их произносить и продолжает все восемь остальных говорить. Казалось бы, ну вообще эпогей событий. Это великое событие, вдруг прерывается рассказом о тесте Машара Бейна и Тро. Поэтому, наверное, Тора знает, что делает и мы с него начнем. И Тро был интересной и очень противоречивой личностью. Написано, что он был служителем всех культов на земле. Каждого из них попробовал, ничем не был удовлетворен. Мы с ним уже встречались. Наряду с Йовом и Беламом он числился в советниках фараона. В то время, когда обсуждали вопрос, как быть, он занимал не такую позицию, как Белам, злодейскую. Но сейчас мы не об этом. Очень великие вещи рассказываются в этой недельной главе, в том числе о перевоплощениях. О том, как человек приходит в этот мир. Кабала сообщает нам, что корень души. И Тро восходил к Каину. Это перерождение Каина. Маше же являлся из края души Авеля. И в первом воплощении, когда они были братьями, их ссора произошла, помните, Каин убил Авеля. И произошла не только из-за жертвоприношения, а еще и из-за женщины. Ибо Каин позаведовал тому, что у Авеля было две жены, а у него одна. Это были сестры-близнецы, родившиеся вместе с ними. В очередном воплощении Каин исправляет свой грех. Он возвращается в этот мир, чтобы его исправить. И способствует тому, чтобы Маше Авеля обрел свою жену. Понимаете, за все придется заплатить. Тот, кто думает, что это бесплатный супермаркет, жизнь наша, он глубоко заблуждается. О величии и Тро можем судить потому, что именем названа целая глава в Торе. В которой рассказывается о получении Торы. Вы представляете? То есть еврейская книга, в общем-то, которая дана еврейскому народу. Одно из крупнейших глав называет именем вообще нееврея. Сочи, вот надо понять. Сначала книги Шмо, вот мы читаем, что Маше все преграды преодолевает, выводит народ из Египта. И вот сейчас не о Маше, а о Итро. Расскажу одну вещь. Тот, кто задумается, может обратить внимание на интересный факт. Многие величайшие люди еврейской истории были неевреи. Как известно, перешедшие в иудаизм. Как известно, царь Давид. Главный царь Израиля, тот, с которого произойдет Маше, он был потомком перешедшей в иудаизм Руд. И следовательно, Маше, Мессия, будет потомком. Раби Акива, благодаря которому не забыта устная Тора, был потомком перешедших в иудаизм. Так написано, да. Даже написано другое. Раби Мейер, заложивший основы Мишны, был потомком римского полководца Мирона, который принял геюр, перешел в иудаизм. Руководители своего поколения Шартаева Автальон, которые, кроме всего прочего, были учителями величайшего еврейского мудреца Гелеля, также были перешедшими в иудаизм. Это все надо смотреть. Анкелос, который перевел Тору на арамейский язык, он сам и помог нам по сегодняшний день понять многие места. Иуда тоже был не евреем, а перешедшим в иудаизм. Раф Хаим бен Этер в своей книге замечательной «Орах Хаим» объясняет, почему эти высочайшие достижения еврейского народа стали возможны именно благодаря не евреям, перешедшим в иудаизм. Он пишет, что душа Адама у нас общая большая душа была как бы деревом, с которого связаны все души, которые когда-нибудь вышли в этот мир и в будущем выйдут. Всех. С тех пор, как Адам согрешил, его душа как бы разбилась на маленькие кусочки. Многие разбросаны между разными народами. И когда люди, которые великие люди в разных народах, когда приходят к пониманию Творца, то они приносят уникальные вещи, которых только они могли принести. Написано и услышал Итро жрец Медьяна. Вот я вам расскажу рассказ, я его рассказывал один раз, но он очень важен. Один сел, Раби Залман, Овербах, сел в такси, ему таксист говорит, Раби, я вам сейчас такое расскажу, я был на войне. Мы сидели в окопе, и вдруг вышли, и вдруг сползла в нашу палатку огромная змея, такая страшная, что если она укусит все. Она подползла к Хайму, нашему санитару, и мы им кричим, Хайм не двигаясь, она обвила его, поднялась до самого, до самого, и вдруг глянула ему в глаза. Хайм тихо сказал молитву, шма Израиля дана, и земля начала опускаться, опускаться и уползла. Понимаете, он говорит, уважаемый Раб, это чудо, Всевышний существует, я сам это видел. Вы знаете, наш санитар сделал шум, он стал религиозным, он говорит, а вы, Раб спрашивает, а с чего это, говорит, водитель? Чудо было совершено для Хайма, меня зовут Шимон, так что со мной все в порядке, понимаете? Итро, тесть Маше, был поражен знамениями, чудесами, сопровождавшие сынов Израиля из исхода из Египта. Если посмотреть книгу Торы, то мы увидим, что не только он был поражен, но и весь мир застыл в изумлении. Однако Итро отличался тем, что он совершил поступок. Многие видят, многие понимают, многие слышат, а делают только очень редкие вещи, очень редкие люди. Надо определиться, что для тебя главное, в конце концов, материальный мир или духовная вечность? Мы можем здесь увидеть, что еще одну вещь, что Богу свойственно обращать внимание на то добро, которое человек совершает. Даже если это добро несовершенно, из множества изъянов, он ищет только хорошее. Поэтому нам тем более следует концентрировать внимание только на достоинствах ближнего и забывать недостатки. Ясно, что мир, сотворенный по воле Бога, в соответствии с его желаниями, не может быть лишенным ценности. Значит, каждый пришедший человек в этот мир тоже обладает огромной ценностью. Надо это помнить, нести эту ценность свою через всю недельную главу Итро. Брахава от слаха, хорошей недельной главы, чтобы у всех все было хорошо.